Всем привет! Привет всем подписчикам Монталбет! Говорим про чемпионат Англии, 21 тур и очень интересная встреча Вестхама и Crystal Palace. Славина Биллича большие проблемы. Его лучший игрок, ну скажем лучший игрок прошлого сезона, потому что в этом году, в этом сезоне Димитрий Пайет, конечно, не похож на себя. Так вот, лучший игрок прошлого сезона Славина Биллич отказывается тренироваться и играть. Безусловно, учитывая другие проблемы Вестхам Юнайтед, все это накладывает дополнительный отпечаток. Конечно, не работает в пользу команды. Это может быть решающим фактором, в том числе в матче против Crystal Palace. По ту сторону брикад Crystal Palace, который так пока и не удается растормошить большому Сэму Эллардайсу. Был расчет на то, что сразу возымеет эффект его назначения. Пока не удается, но рано или поздно, я в этом уверен, Palace прорвет. Тем более, сейчас у Сэма Эллардайса идет турне против своих бывших клубов. Это всегда очень интересно. Я думаю, что большой Сэм сделает все для того, чтобы максимально мотивировать свою команду. Да, есть определенные проблемы с составом, но у кого их нет на этом-то отрезке дистанции. Но в то же время должен играть уже Christian Benteke. Пошли слухи об его уходе. Но Сэм Эллардайс сказал, что это ключевое для меня футболист в атаке. Мы это видели, например, в матче со Сфонси, как изменилась модель игры. Crystal Palace после ухода, вынужденного ухода Benteke. Так вот, я думаю, что Crystal Palace в этом матче забьет как минимум один, а то, возможно, и два. Ну, а то, кто знает, и три, но это уже ладно, это уже лирика. Я вам предлагаю сыграть Palace больше гола. То есть Palace индивидуальный тотал больше одного. В случае одного расход. В случае двух и более выигрышная ставка. В том, что Palace забьет один, лично я не сомневаюсь. Ну, и при удачных обстоятельствах будет два, а может быть, опять же, и три. Ну, таково мое предложение. И таково мое предположение. Следовать ему или нет, решайте только вы. Но мне кажется, ставка более чем рабочая. Palace с индивидуальным тоталом больше одного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...